Я хочу рассказать именно о практикуме по изучению того, что написано, и самое главное, по, как бы сказать, рациональному использованию этого самого реализма при вычислении. Ну, на самом деле, конечно, самое главное слово – это практикум, да? И как видите, оно на титренной странице у меня специально сделано жирным. Значит, на самом деле, да, это некий набор программных средств, на самом деле, там всего две программные системы, которые, основное назначение которых, дай понять учащимся, да, вот в каком-то, в некоем, да, в призвойном, в котором вы сами написали алгоритм, есть некий потенциал параллелизма, и его нет. А если он есть, то каким образом его лучшим, наилучшим способом использовать? Использовать. Идея, конечно, этого практикума, она вот откуда берет начало. Ну, потому что, да, страна переходит на импорт и независимость, и в нашей стране, в общем-то, впервые за 30 лет есть некий план создания собственных, как бы сказать, национальных процессоров. Ну, вы знаете эти названия, да, это знаменитый Байкал, это знаменитый Эрбус. Вот этот вот самый знаменитый Эрбус, да, это исключительно интересная вычислительная архитектура, ну, если честно, она, если честно, говорит она не фон Неймановская, да, это так называемая архитектура со сверхдринным машинным словом. Кто понимает, что это такое, да, тот, наверное, вспомнит целую историю вот этих, да, архитектур со сверхдринным машинным словом. Вспомнит знаменитый суперкомпьютер Эрбус, который еще в 70-е годы 20-го века использовался в системе противоракетной защиты Москвы, да, вспомнит Севолода Бурцева, одного из талантовейших разработчиков компьютеров, да, и вот, на самом деле, вот эта вот архитектура Эрбуса, да, она вот оттуда, оттуда идет, идет, и пришла к современному Эрбусу. Ну, конечно, все только на Эрбусе не кончается, да, если страна все-таки в конце концов начала создавать свои собственные процессоры, да, то, наверное, процесс этот будет продолжаться. И что самое главное, без сомнения, новые процессоры, да, новая архитектура, они будут, конечно, использовать вот это вот великолепное свойство параллелизма в алгоритмах. Ну, если матушка природа сделала, да, вот так вот алгоритма нам дала, у которого есть это свойство, то мы, как благодарные дети, конечно, должны использовать это свойство. Вот эти вот соображения, которые, в общем-то, инициировали начало создания этого практикума. Я прекрасно понимаю, что в ближайшие годы тем студентам, а, в общем-то, даже и школьникам старших классов, они великолепно, в общем-то, понимают суть всех этих процессов, да, я с ними общаюсь постоянно, именно им придется писать программное обеспечение для вот такой вот архитектуры процессоров. Значит, в первую очередь это обеспечение инструментальное, да, ну, то есть это вот компилятор, да, и интерпретатор, и, естественно, программное обеспечение прикладного уровня. Значит, чтобы эффективно работать в этой области, конечно, нужно знать, вот, да, вот как вот этот внутренний скрытый параллелизм в алгоритмах находить, и каким образом его можно использовать. Да, вот это вот такой вот, вот такая вот некие вводные слова, некие вводные слова, которые я хочу сказать, прежде чем начать, в общем-то, рассказывать. Да, кстати, я надеюсь, что присутствуют в зале сейчас преподаватели, да, и вузыские преподаватели, да, и, возможно, да, и школьникам они читают какие-то темы. Я как раз вот этот свой практикум предлагаю всем использовать, да, ну, естественно, абсолютно бесплатно. Там есть и методические разработки, там и библиотеки данных есть, там есть и руководство по лабораторкам, по практическим и так далее. Значит, кто хочет этим заняться, просто-напросто со мной связывается вот по этому телефону, да, вот Евгений 881 Евгений на МЛУ, и мы, значит, в общем-то, начинаем работать. Еще раз повторю, что у меня есть большая надежда, что наша страна начнет, да, разрабатывать процессоры с использованием параллелизма, не только Эйбусы, но и более подвинутые модели, да. Вот это у меня вступление, да, как, так сказать, introduction, а теперь у меня начинается, как говорится, introduction. Значит, я листаю плакат, я листаю, да, и я вижу, что, слава богу, плакат номер два. И если слайд вам угодно. Ну, вот слайд номер два, да, вы можете почитать. Вот я здесь написал актуальность этого самого проекта моего, практику, мы предлагаемое решение и ориентированность этого проекта. Ну, это практически те же самые слова, что я вам сказал, вы можете здесь почитать, что я вам сказал словами. Я перехожу к плакату три. Плакат три довольно интересный, да, он такой, как бы сказать, программный. Смотрите, какое заглавие, да, минимальный список наивных вопросов по параллельным вычислениям. Вот слово наивный здесь, ну, на самом деле, это некая замена другого слова, дурацких вопросов. А дурацкие вопросы вот в каком смысле. Помните, да, один дурак вопрос задал, а сто мудрецов сто лет не могут на него ответить. Это, конечно, некая шутка, но все-таки вот за каждым вот из этих, да, примитивных дурацких вопросов на самом деле очень глубокие вещи находятся, да. И вот эти вот глубокие вещи, в общем-то, я и хочу, чтобы с помощью моего практикума, да, и с помощью вас, да, и студенты, и скорники, и выпускники старших классов начали понимать, да, вот об этих вещах, которые называют потенциал параллелизма в алгоритмах. Ну, кстати, я, с вашего позволения, два немножко разных слова, да, алгоритм и программа, я буду их использовать как будто бы это одно и то же, хотя я, конечно, понимаю, да, что программа – это набор алгоритмов. Ну, вот, так сказать, до первого приближения одинаковость, да, этих слов для меня такая и есть. Так, плакат четвертый, да, очень красивая картинка. Видите, я показываю, да, слева аппаратный путь, аппаратный путь нахождения параллелизма в алгоритме и программный. Ну, что такое аппаратный, да, это, если железо процессор вот этим самым занимается. Ну, это те же самые X8 и 6, неинтересные процессоры, да, где используется параллелизм путем, да, использования механизма конвейеров. И больше другого ничего нет. А вот программный путь – это более интересная штука, это вот как раз те же самые Airbus'ы, да, и так далее, и тому подобное. И справа на четвертом плакате моя любимая картинка, где, как бы, да, вот, пока что непонятно, каким образом, чисто проследовательный поток команд, да, преобразуется в пять, как вы видите, параллельных потоков, да. У меня стоит несколько знаков вопроса, это говорит о том, что вот как раз вот эту часть мы и будем с вами, в общем-то, разбирать, да, как там чего-то делал, как там чего делается. Пятый плакат, да, ну, довольно красивая картинка. Я хочу этой картинкой сказать вот что, что вот этот вот практикум, да, он может, в общем-то, моделировать, а на самом деле это фактически программа компьютерного моделирования, да, как мелкогранулярный параллелизм, ну, скажем, да, в том случае, где размер гранулы – это одна машина и команда, да, и крупногранулярный. Вот эта вот ось у меня вертикальная, а горизонтальная ось – это вот каким образом все-таки реализуется распараллеливание, и же аппаратным, и же программным. Я, кстати, написал вот имена двух модулей программных, да, первый модуль – DataFlow, второй – SPF at Home. Ну, мне так понравилось называть, даже могу, кто интересуется, сказать, почему SPF at Home, но это потом, это вторичное. На следующем плакате я показываю, как видите, да, я пытаюсь показать, что сущность алгоритм, да, это сложная сущность. Ну, понятно, да, вот различные характеристики и параметры алгоритма. Ну, кстати, взятые из Википедии. Ну, вот, ну, последние где-то лет 50 было модно изучать алгоритм с точки зрения вычислительной трудоемкости. Ну, это просто-напросто зависимость числа операций, а значит, и время вычислений от размера обрабатываемых данных, да. А на самом деле существует еще одна грань у сущности алгоритма. Это вот, видите, красненькие буквочки, да, на желтой грани вот этого, ну, не тетраидра, да, и не окталидра, а много-много граней. Внутренний параллелизм. Вот именно его мы, в общем-то, будем с вами изучать, да, если мы будем вместе с вами заниматься практиком, потому что если внутренние, если параметры внутренние в алгоритме параллелизма не изучить, то эффективную параллельную программу просто-напросто не сделаешь. Обратите внимание на нижнюю часть плаката 6, да, там ссылочка на очень интересный сайт, Алга Вики. Вполне возможно, что вы когда-то заходили на нем, да. Это специальный сайт, который поддерживается Воеводиным, да, и это вот из суперкомпьютерного центра МГУ. Да, еще там Джек Дангаров. Возможно, Джека Дангаров вы слышали фамилию, да, это тот, кто в 93-м году предложил знаменитый тест, да, Инпак, по которому все современные суперкомпьютеры тестируются. Вот это сайт Алга Вики, да, это сайт специально посвящен алгоритмам, да, кто вот не заходил, рекомендует. Да, мы поехали дальше. Плакат 7, да. Ну, вот такая довольно смешная картинка. Я, естественно, вспомнил великого и могучего Пана Станислава, Станислава Эмма, его знаменитую Киберяну, его двух знаменитых конструкторов, механику секторуя и Клопауция. И Клопауция. Это было еще с 60-х годов, 20-х век, а вот ужасно интересно, что Пан Станислав уже тогда прекрасно понимал, да, вес, необходимость, роль алгоритма в жизни и творчестве. Картинка авторская, да, вот я ее из интернета взял, да, но, естественно, авторов не стирал. Очень красивая картинка, мне эта понравилась. Я ее специально показываю, чтобы, как бы, да, еще раз доказать важность алгоритма, да, и анализа алгоритма. Валерий, пять минут остается. Да, значит, я на самом деле, как мне кажется, самая главная эта вещь рассказал, да, я просто рассказал, для чего вот этот практикум сделан, да. У меня на самом деле очень много плакатов, и мы их благополучно можем все посмотреть, да, и вы сами их можете посмотреть, взяв там с определенного архива, да, я рисую плакаты дальше, 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 дальше. Прошу обратить внимание, что плакаты, в общем-то, специально сделаны для студентов, ну, начальных курсов и для школьников выпускных, да, то есть плакаты сделаны специально, как бы сказать, да, максимально заварикатеренно, да, там, с картинками и так далее. На самом деле, я все эти плакаты вам с удовольствием предлагаю для использования ваших учебных дел, да. Я рисую дальше, 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 дальше плакаты, да, Как вы видите, там более-менее красивые, более-менее симпатичные. Я рассказываю о тех методах и приемах, которые использует мой практикум, да, для решения первой задачи – выявление потенциала параллелизма в алгоритмах. И вторая часть задачи – да, как его эффективно используют. Кстати, я полсекунды, да, займу, вот, 14-й полокат. Обратите внимание, да, это вот гибротека алгоритмов, которые я за последние годы специально написал, да, чтобы их студенты и школьники могли использовать. Ну, как говорится, истаю дальше, дальше, дальше. Все это, конечно, чтобы все это внимательно посмотреть, нужно время. Ну, вот, видите, да, красивые картинки, да, эксперимент, экспериментальные данные, как вы видите, графики. Вот эти вот все графики, они просто-напросто показывают потенциал вот этого практикума, да, какие задачи с его помощью можно решать. Я остановился на последнем плакате в 29-м, да, где куча-куча ссылочек по, так сказать, по тонкостям использования практикума, да, и две вот этих вот, если можно такое грубое слово сказать, софтины, да, я иногда так называю готовые программные обеспечения, которые вы можете, в общем-то, да, выгрузить на свою машину, да, ну, чтобы постепенно начать в этом разбираться. Вот такая вот, можно сказать, что я закончил рассказывать, да, самое главное. Я понимаю, что вопросов очень много, да, потому что материала очень много, ну, все, можно сказать, что я закончил, жду ваших вопросов. Спасибо. Вопросы? Здравствуйте, Михаил Шегорин, хочу сказать, что есть возможность доступа к Эльбрусам на одном из стендов Инеум у Игоря Молчанова, ссылочку я вам пришлю, вот, возможно, студентам пригодится. А можно удаленный доступ? Так он удаленный? А, он удаленный, да, 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 вот именно это и нужно. Ну, честно говоря, ну, ладно, да, это обсудить нужно. Ну, потому что одно дело, так сказать, посмотреть на стеночки, а другое дело пощупать щупальцами. Ну, да, конечно, ну, извините, вот год назад же я тоже был на этой конференции, да, и стоял же этот Эльбрус там в предбаннике. Так и сейчас стоит, 2С3 привезли. И сейчас стоит, я думаю, да, скорее всего, да. Да, спасибо, конечно. Нет, там, конечно, нужно общаться более подробно. И я еще раз скажу, да, ведь свет не сошелся на Эльбрусах. Если страна, слава богу, поймет, что нужно разобраться, то и новые модели будут, как бы сказать, разрабатываться, не только Эльбрусах. А новые модели, скорее всего, будут точно использовать параллелизм в алгоритмах. Ведь, в конце концов, мы же все ждем квантовые компьютеры, да? А что такое квантовые компьютеры? Это 100% на физическом уровне использование параллелизма. Скорее всего, более глубоко использовать параллелизм в алгоритмах, чем это делает квантовый компьютер, вообще нельзя. Ну, по современному понятию. Вот я и хочу, чтобы эта идея моя развивалась. Хорошо, спасибо. Я боюсь, уже нет времени. Буквально пару слов можно сказать, что у нас в МТУСИ на базовой кафедре ADET развернута учебно-исследовательская лаборатория, где стоят машины Эльбрус. И, в том числе, удаленный доступ разрабатывать. И, соответственно, я думаю, я предложу ваш практику в качестве предложения. Спасибо. Да-да, а вы мне напишите без ничего. Извините, просто уже время следующего. Я хочу, Влада, чтобы я к вам смог прийти и пообщаться, ладно? Конечно, конечно, да. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас у нас будет Владимир Павлов.